Здравствуйте, канал Культура, программа Наблюдатель. Меня зовут Юлия Панкратова. И у нас сегодня очень важный разговор. Я вот в этой студии с моими гостями очень часто рассказываю вам о выставках, которые идут в Москве, идут в стране. Но очень редко мы говорим о людях, которые эти выставки делают. Будем мы сегодня говорить о кураторах. Вот я тут даже себе записала определение статуса эмиссии. Звучит это очень серьёзно, но на самом деле так вот про это и будем говорить. И сейчас представлю своих гостей. Начнём разговор. Очень смешное, правда, у меня будет представление, потому что про каждого в этой студии я буду говорить. Куратор, куратор, ну и ещё что-нибудь добавлю, постараюсь. Итак, у меня в гостях Кирилл Светляков, кандидат в искусствоведение, куратор, критик. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Наземцева, старший куратор Музея современного искусства «Гараж». Здравствуйте, Катя. Андрей Мизяна, куратор, антрополог, наследственный куратор. Это важно. Я ещё спрошу про это обязательно. Я Андрей Сарабьянов, искусствовед, куратор, историк авангарда. И я даже хотела с вас начать, потому что сейчас скажу. Здравствуйте. Вы здесь право, да, лично. Потому что вчера вечером я вернулась из Екатеринбурга. Да что вы. Да. И посмотрела в галерее при Ельцин-центре выставку, где вы, куратор. Ну и как вам выставка? Выставка мне понравилась. А вот так, привет. Но вот хотела вас спросить. Вроде бы куратор – профессия молодая. Но вот у вас выставка вроде как реконструкция. Тогда получается, что тогда всё-таки были какие-то кураторы? Профессия, мне кажется, очень старая. Кураторы. Вот мне так кажется, во всяком случае. Я думаю, что кураторы появились в тот момент, когда появились коллекции какие-то. Потому что всегда нужен специалист, который эту коллекцию формирует. Вот вам куратор, пожалуйста. Если говорить о той выставке, которую вы упомянули в Екатеринбурге, для меня это очень дорогая история. Потому что действительно люди, которые организовывали эту выставку, их было там двое, трое. Ну мы знаем о двух достаточно хорошо, хотя сведений тоже очень мало. Такой Евгений Медведев, работник из ОНРКОМПРОСА, он был отправлен в Вятку и в Вятскую губернию для того, чтобы поднимать какой-то культурный уровень народа. Вот в буквальном смысле. И первое, что он сделал, ему пришло в голову, это организовать выставки там, в городе Советский. Город Советский. Вы, наверное, даже не знаете о таком городе. Это бывшая станица Кукарка, которая после революции была переименована в Советский. Там жило 2000 человек. И вот там было устроено три выставки подряд в 1920-1921 годах. Художественные выставки. Первая была вятских художников, вторая была выставка вятских и казанских. А третья, вот уже передвижная, Медведев поставил такую задачу перед собой – показать народу весь срез современного искусства. И там было собрано 320 произведений от реализма до абстракции. И вот это все повезли во вятской губернии. Если вы бывали там, в этой губернии, ну, сейчас там дороги, конечно, лучше, несомненно, чем тогда. Хотя тоже, говорят, не очень. Ну, нет, там уже все-таки машины, на машине можно проехать. Тогда были вот такие вот русские горки. Грязь, конечно, и непролазная. В общем, на телегах повезли, в одном городе показали, в Советске. 2000 человек пришло на выставку. Представляете, страда. Все урожай собирают. Тем не менее, люди пришли. Ну, а потом она застряла в Яранске. Этот человек, вот, Медведев, он кто, получается? Он по образованию архитектор. Ну, вот для этой выставки он кто был? Отборщик, куратор? Ну, как, он был устроителем выставки. Слово «куратор» тогда не было вообще такого слова. Но он был устроителем выставки. И его пафос был в том, чтобы народу показать искусство, вот все, современное. Кандинского туда привезли, Родченко. Огромную обнаженную Георгия Лазарева. Это ученик Машкова. Я думаю, что эта обнаженная, которая в размер натуральный, она была главным, конечно, стимулом для народа, который шел туда на эту выставку. Вот вам кураторы. Удивительные люди. Но стоило этому куратору уехать в 21-м году из Яранска, все, выставка застряла на 100 лет. А села в этих музеях, в этом музее. А в чем вы видели свою кураторскую задачу для той выставки, которая идет сейчас? Ну, мне хотелось реконструировать эту выставку и показать, в каких условиях вообще-то тогда люди работали. Насколько для них был пафос вот этого просвещения важен. Не важно, чтобы была эпидемия испанки, голод, холод. Сами понимаете, годы после революционные ужасные. Тем не менее, они решились на такой вот какой-то подвиг, на мой взгляд. Не знаю, чем это кончилось. Это, конечно, идеализированная какая-то история. Но, мне кажется, кураторы все идеалисты. Спросите любого из присутствующих, кто рассчитывает на то, что они будут показывать, будет понято. Я могу сказать, что, конечно, очень хочется, чтобы тебя поняли. Если тебя не поняли, тогда даже веселее бывает. Это значит, что завязывается какая-то дискуссия. Другое дело, что если, например, сейчас, когда начинается очень большая экономизация в институциях, и когда начинается разговор, сколько людей придет на эту выставку, конечно, в каком-то смысле уже начинаешь об этом думать. Чем она может быть интересна? Зрителю массовому, например. И тогда это может быть больше, скажем, какой-то тематический охват. Или начинаешь, например, с... Или более простой язык, или все-таки нет? С простым языком все-таки мой язык принципиально не меняется. Выступаю ли я на конференции, или я общаюсь со зрителем. Может быть, немножко меняется, когда детская аудитория бывает. В принципе, нет. Ну, иногда стараешься, может быть, не употребить какой-то термин. Хотя, надо сказать, что есть люди, которые очень хотят новое непонятное слово. Вот, получите, им даешь это слово, и они с этим словом выходят. Вот, так что... Ну, что касается кураторства, может быть, как профессии, оно сравнительно, мне кажется, оно вот появилось и позже, чем, скажем, дирижеры, режиссеры в XIX-XX веке. Наверное, это был последний из таких медиаторских профессий. Чем-то вот похоже на режиссуру. Ну, да, я, кстати, когда... Как раз это очень частое сравнение, если начинаешь читать и как-то исследовать эту тему, то как раз сравнение с режиссером, скорее всего, возникает. Режиссер – это человек, который сам ничего не умеет, ни играть, ни рисовать, ни писать музыку, оно зато вот может создать нечто из этого. Ну, куратор занимается, как он приращивает смыслы дополнительные. Иногда мне приходилось сталкиваться, что люди говорят, а чего нельзя, вот просто взять и показать. Вот что значит просто взять, откуда взять, чего взять. Всем кажется, что есть какая-то книга, где все это написано, и есть какой-то каталог, где все это изна, только взять. Опять же, и смыслов иногда ниоткуда взять, вот так вот. Вот они не написаны в этой самой книге, о которой все думают, да, вот. Это какой-то... И поэтому, естественно, если у куратора появляется какая-то идея, вот, он ее реализует. В этом смысле куратор иррациональная фигура бывает. Вот, который... Ну, я, например, не все озвучиваю. Вот, что бы я хотел озвучить, это никакая не цензура, ничего этого нет. Потому что если я начну озвучивать, почему мне это интересно, вот, то, ну, не знаю. Вот тут вот понимание может быть... Меня могут неправильно понять с точки зрения, скажем, какого-то моего состояния. Вот, художник не все может объяснить тоже. А рабочее место куратора? Вот, если мы говорим о профессии, то есть же какое-то, ну, вот, в каждой профессии запах особый, есть же какое-то рабочее место. Как можно определить, вот, если уж мы говорим о профессии, как можно определить рабочее место куратора? То есть, знаете, это то, что мы теперь рассказываем своим студентам, потому что мы взяли на себя смелость и запустили магистрскую программу по кураторству. Я с упорством, видимо, достойным лучшего применения говорю им о том, что ваше рабочее место либо мастерской художник, коли же вы занимаетесь современным художественным процессом, либо нужно устроить рабочий процесс таким образом, чтобы вы, вот, в процессе обучения, чтобы, так сказать, визуальная информация из вас просто лезла из ушей. То есть, этим нужно насыдиться настолько плотно, либо, ну, то есть, на выставочных площадках это можно происходить и так дальше. И, собственно, я бы сказала, что это такое несколько, ну, не могу сказать, что состояние намада, да, что, значит, человек перемещается между мастерскими и так дальше, вот, но для того, чтобы, не знаю, писать тексты... Ну, то есть, я считаю по-прежнему, что вот этот пресловутый вопрос о том, где и что брать, ответ на него можно получить только, так сказать, щупая вещи, смотря на вещи, общаясь с художниками. Для того, чтобы, так сказать, выполнять необходимые шаги институциональные, есть институциональный куратор, ну, и институциональные тоже связаны с написанием текстов, связаны с, там, проработкой каких-то, там, этикетажей. Это довольно ограниченный период времени, когда ты садишься, неважно, где ты сядешь, да, тебе важен результат, да, то есть, тебе важен, там, написанный текст, тебе важно приведение в порядок списка произведений и прочее, прочее. А дальше твое рабочее место – это место монтажа. Это выставочная площадка, где ты днюешь, ночуешь. А скажите, пожалуйста, вы как считаете, это искусствоведческая профессия или нечто совершенно другое вообще, или что-то большее, не знаю, или меньшее? Ну, что значит, что такое искусствоведческая профессия? То есть, мы… Ну, как, искусствоведы мучат всё-таки искусствоведов, да? Да, но они учат кураторов. Вот здесь всё-таки не учат. Ну, знаете, я как раз хотел немного прокомментировать. Вообще, куратор – это профессия гибридная на сегодняшний день, да? Потому что вот мы уже потихоньку начали трогать сюжет, когда появились кураторы, откуда появились. Есть какие-то определения из учебников, что куратор появился в конце 60-х годов из определенных учебников, написанных в англо-американском мире, скажем так. Да и в нашем, кстати, мире уже вышла книга на эту тему. Что к профессии появилось в конце 60-х, начало 70-х годов, и эта фигура выросла из художественного критика или музейного хранителя, или директора музея. Но что отчасти так? Можно её романтизировать, эту профессию, уходить в прошлое, возвращаясь, я не знаю, к каким-то людям, которые составляли закупочные комиссии, организовывали закупочные комиссии там при каких-то императорских и так далее дворах. Но если мы говорим про очень конкретный момент, про момент начала 20-х годов, 21-го века, где мы все с вами оказались, это, конечно, очень гибридная профессия, которая в себе может сочетать очень много разных ипостасей. И, кстати, к слову сказать, самые мощные международные биографии, кураторские, самые большие, будь то попы, не только поп-фигуры, но это люди, которые, например, зубные техники, люди без образования, или там, я не знаю, незакончившие экономическое образование, как самый знаменитый куратор Ханс Ульрихобрист, или совершенно люди из каких-то смежных гуманитарных профессий. И вот я хотел в этом отношении ещё несколько слов, говоря о гибридности, продолжить о том, о чём говорила Катя, что где угодно может быть место кураторской работы. Если это отчасти художественный критик, то это, безусловно, человек, который посещает чужие выставки. Отчасти хороший куратор должен быть и исследователь, он должен проводить многие часы в библиотеках, или дома, я не знаю, обложившись книгами. Помимо того, что это работа в мастерских художниках, или в фондах, это абсолютно безусловно, это понятно. Но что ещё более интересно, куратор, к счастью, к сожалению, но ещё это и тусовщик, это человек, который передвигается от вернисажа к вернисажу, с бьенали на бьенали. Трудная профессия. Поднимая тот самый пресловутый пластиковый стаканчик с не очень хорошим вином на одном вернисаже с одним человеком, потому что у него интересная коллекция, или пытается задружиться с каким-то другим человеком. Я сейчас говорю про такие достаточно спекулятивные сюжеты, но это принципиально важно. И, конечно, это номадическая профессия. Это человек, который должен постоянно перемещаться. Вот вы знаете, я вас не перебил. Да, в принципе, я уже обозначил. Просто я, как человек более старшего поколения, возраста вернее, я вспоминаю других кураторов ещё. Вот были, например, инструкторы ЦК КПСС в известное время, которые присутствовали везде абсолютно. Кино, театр, выставки. Без этого человека вообще ничего нельзя было открыть, создать, сделать и так далее. Вот кто такие были? Это были кураторы? Ну, в каком-то смысле ведь, да? Они же как раз были ориентированы, вероятно, на вычетывание смыслов. Это то, что сейчас большинство людей вообще не интересует. В принципе, очень многих интересует шоу, многих интересует какие-то интерактивности. У них были более высокие задачи. Они искали смыслы во всём, что они видят. Искали и пытались их удушить. Иногда бессмысливали. Преворотили бессмыслие. Вот что ещё. Вот так что... Да, вы знаете, я вот просто вспомнил ещё, мне как-то пришлось заниматься аспектом деятельности Ларионова как куратора. И вот это был фантастический куратор. Это человек, вот я просто читал переписку его, как он формировал свои выставки, когда он рассорился с сезонистами на бубном валете и решил делать свои выставки. Вот он сделал три ещё выставки в Москве. «Мишень», «Ослиный хвост», «Мишень» и «Номер четыре». Номер четыре, потому что номером первым он считал бубновый валет. Свою выставку. Это переписка, где он художников засылает одних туда, молодых в Питер, этих забрать, этих ничего не брать. Такая там идёт игра вообще. У меня ночное замечание, потому что кураторы ещё и, хоть это уже в нашем мире банальность, кураторы – это люди, создающие отношения. Да, да. А там вот он… И это тоже немаловажный фактор. Но надо сказать, что среди художников, более того, в последние, не знаю, уверенно, 10, 15, 20 лет мы наблюдаем, и мы имеем счастье в виде фантастические выставки, которые делаются художниками. Вот я как раз хотела, да, потому что сейчас в гараже идёт ещё и триеналия. И все мы знаем вот этот принцип, по которому, собственно говоря, оно делалось, что пригласили художников с прошлого триенали и попросили их просто вот использовать любые связи, но привести своих любимых художников, друзей, я не знаю, возлюбленных. Ну, то есть это прям непотизм и коррупция. Там, где у вас всё так и прописано. Коррупция и любовь. Да, вот. Это такой, я просто, ну, не знаю, для зрителей, прежде всего, хотел бы спросить, это такой не новый, как я понимаю, приём, но нечасто используемый. Не новый приём. Но это честь так называемого перформативного кураторства, такой традиции, течения, да, внутри кураторского дела, когда куратор придумывает какой-то ход, приём, да, какой-то акцион. Ну да, так сказать, это связано с определённой повесткой, это связано с тем, что куратор в определённый момент стал фигурой крайне критикуемой, нелюбимой ни художниками, ни сообществом, потому что кураторы перетягивали на себя, так сказать, вот эту роль и функцию, то, о чём говорил Кирилл, смысл образования и выстраивания определённой последовательности работы или, так сказать, художников, помещая в контекст этим художникам, не свойственно. В общем, на куратор в какой-то момент все довольно серьёзно обиделись, что, так сказать, есть художная практика, но она никого не волнует, волнует некоторая констелляция смыслов, которая возникает из-за того, как, значит, куратор поместит вещь. Вот. И то, что наши коллеги сделали на Триенале, это в этом смысле, ну, такое продолжение, это критики, ответ на эту критику уже в сильно, так сказать, отдалённом, опосредованном виде, когда художники выбирают, выбирают художников, да, сами выбирают, при этом кураторы абсолютно не подвергают никакому сомнению критике или, не дай бог, выбору их решения, да, то есть вот сказал такое, значит, такое. Единственное условие было, что должны были художники, рекомендующие, описать очень внятно отношения между собой и рекомендуемым. Ещё было запрещено самовыдвижение. Да, и запрещено самовыдвижение. Не, нашлись такие персонажи, кто вот посчитал, что... Я почему-то не сомневалась в художниках, что нашлись персонажи. Что нормально. А почему же было запрещено? Вы боялись, что все самовыдвинутся? Нет, это не объясняется какими-то страхами. Вот, ну, просто в данном контексте... Для художника, по-моему, естественно себя продвигать. Но, вы знаете, в процентном соотношении для очень малого процента художников, когда есть, например, ситуация, что понятно, что гараж – это видимая площадка, да, это площадка, которая, по крайней мере, что касается российского современного искусства, ну, может дать, в общем, я бы сказала, перенаправить какие-то карьерные траектории, да, в каких-то смыслах. И у нас тут, в общем, нам было важно, чтобы, так сказать, показать вот этих художников, которые... Ну, это не гуманитарная миссия. И самовыдвинутся художник, который, в принципе, и карьерный, и финансовый очень состоятельный человек. Ну, естественно. Но, говоря вот о всякой логике выбора-невыбора, у нас вот состоялся короткий разговор перед гримеркой, что вот недавно мы могли наблюдать в Москве выставку, если мы говорим о очень современной вещи, выставку, которая была собрана нейросетью, да, или вот каким-то алгоритмом. Вот наш, в общем, товарищ Александр Буренков, очень увлеченный вот всеми вот этими очень актуальными сюжетами, решил с несколькими коллекциями поработать именно образом, делегировав ответственность. Это тоже тип перформативного кураторства. Так что время от времени мы пытаемся лениться и таким образом. Ну, вот надо готовиться к тому, что вас, нас, вернее, вытеснит интернет. Ну, как таксистов вытеснил интернет, да, таксисты, да, соответственно, робот, который сейчас... Значит, вытесняешься, но есть, нет пока, нет. Нет, она не вытеснит. Автомобили без водителя, выставка без куратора. Вытеснит бессмысленные выставки, мне так кажется. Вот такие, например, собранные по формальному принципу, потому что сейчас в компьютере достаточно ввести две-три картинки одного художника, и программа «Пинтерест» тебе выдаст аналоги в диапазоне, стилевом. И вот такие вот, что на что похоже, оно, наверное, будет исчезать, либо это действительно делегирует к компьютеру. Есть выставки, действительно, которые там, например, особенно тяжело делать как раз монографии, потому что зритель не всегда считывает тот смысл, который в куратор может вложить. Если куратор следует, что вот он родился, вот посмотрите, вот у него период парижский, вот у него период московский, вот у него период подмосковский, и всё вроде как спокойно и нормально, и при этом, да, в общем-то смысла внутри этого нет. Это очень серьёзная проблема вообще, ретроспективные выставки. И даже не обязательно живущих художников, а уже ушедших. И тогда начинается пульт Кения. Нет, когда, например, висит 8 лунных дорожек рядом Айвазовского, честно говоря, меня это очень, меня просто шокирует. Если куратор не поработал над этими дорожками, не поймите меня, неправильно, если он дорожки эти не продумал, хорошо. А что там продумываете, они все одинаковые. Зрители он будет так, что... Тогда это может стать принципом, да? Ну да, это уже одинаковое. Это уже кураторская идея. То есть это модернизмская серийность. Модернизм, это уже переиначивание сути. Да, мы по-другому к этому относимся. А вот, кстати, я вспомнил, вы говорили сейчас про ваши триенали, а это же очень перекликается с идеей музея живописной культуры, которую придумал Кандинский и Родченко, когда художники делают музей. Да, это первый музей, основанный художниками. Да, и была выставка, собственно говоря. Да, художники делают музей художественный. Это была выставка прекрасная абсолютно. Это совершенно революционная. Авангард, список номер один. Это была тоже реконструкция. Ну, после нее мне показалось, что как раз начались, зачем нам кураторы, зачем нам вообще искусствоведы, отдайте музеи художникам. Я представил, во что бы это превратилось. Но эта выставка, Авангард номер один, она была очень кураторская. Она была кураторской, с одной стороны, но при этом на ней не было сказано, что эти художники базировались на теориях формального анализа, придуманного искусствоведами. И тому же Малевичу могли рассказывать очень многое о том, что есть Вюльфлин, о том, что есть там Кунстволин какой-нибудь. Ну да, да, да. И там влияние искусствоведения было очень большим. А тут начинается популистский разговор, а давайте отдадимся, ничего мы им не отдадим. Ну, знаете, правильно. Потому что они напишут невнятный текст, зритель придет, он прочтет. Сейчас напишем крайне недвижимость. Я бы хотела не вам конкретно вообще сказать, что тексты и кураторы пишут такие, что я вот, к сожалению, сегодня не взяла с собой несколько брошюр, я их прям храню. И последнее, ну ладно, чего скрывать. Вот я была на рыбной выставке, значит, в центре Вознесенской. Я думаю, там специально, конечно, так поиздевались, написали эту брошюру. Но честно, я прям, я продиралась даже не сквозь текст, я прям как анекдот ее здесь принесла в редакцию, но ее читали как абсолютный анекдот. Потому что я человек, который ходит на выставке примерно 7 раз в неделю, и читает тексты, и не поняла даже с третьего раза ничего. Ну, признаться, это вообще большой вопрос, и мы к нему бесконечно будем возвращаться. И у нас не одно... Вот мне подсказывают, там была шизоидная нейропластика, и вот что-то такое. Смотрите, тут нужно просто со времен искусством понимать одну простую вещь, что действительно существует... Сейчас ко мне, кстати, это повестка, связанная с текстами, она ко мне возвращается регулярно, потому что я как раз борюсь за абсолютную ясность, чистоту, и задача куратора стоит в том, чтобы, в принципе, любой человек, пришедший на выставку, не ушел униженным непониманием этого текста. Хороший. И это на самом деле, ну, то есть вот для меня лично, то есть это довольно принципиальный момент. При этом он не должен быть безграмотным, наивно упрощенным и прочее, прочее. Но, естественно, существует профессиональный жаргон. Существует определенная конвенция, связанная с тем, что вообще-то кураторы делают выставки не для безумных тысяч посетителей, которым потом отчитываются, да, в, не знаю, высшестоящих организациях, в Минкульте, там, не знаю, где еще. А речь идет о том самом музейном эстеблишменте, о довольно ограниченной группе коллег, которые, так сказать, тебя принимают в это профессиональное сообщество или там ты в нем как-то... То есть это пишется не для человека, который приходит в музей. Недавно мне попалась книжка про инклюзивное кураторство, довольно, так сказать, новый термин, что такое инклюзивное кураторство. Когда люди с определенными ограничениями по, там, ментальными, по, так сказать, связанной с физикой, там, по движению, по слуху, по зрению и так дальше, значит, при них есть человек, который называется фасилитатор. Это человек, который осуществляет коммуникацию между вот этой группой инклюзивных кураторов и, например, большими институциями. Вообще настраивает весь, в данном случае, кураторский процесс. И удивительно столкновение этой группы инклюзивных кураторов с серьезными ограничениями ментальными и с особенностями ментального развития, удивительных столкновения не с ресерчем, не с художниками, не с процессом выбора, а удивительных столкновения с текстами. С текстами в музеях. Значит, они демонстрируют точно такую же реакцию, как подавляющее большинство посетителей выставки с нечитаемыми текстами, то же самое, да, то есть это абсолютный метод текста, он создан для того, чтобы его читать. Он выполняет совершенно другие функции. И группы инклюзивных кураторов принимают волевое решение не писать текстов вообще. То есть они на основании этого выстраивают совершенно иную коммуникацию, на основании принятого решения выстраивают совершенно иную коммуникацию с художником, заказывают ему произведения, не то, которое хотели изначально и так далее, совершая, в общем, довольно радикальный жест по отношению к музейному истеблишменту, не к зрителю, а к музейному истеблишменту, что вот здесь как бы канон нарушен. Есть, например, пример галереи Тейт, Тейт Модерн, на которую в то время обрушился тоже шкалал критики, «Тексты не читаемы, понять ничего невозможно, сделайте что-нибудь». И сейчас, если вы зайдёте на сайт галереи Тейт, где они прописывают всю свою коллекцию, но иногда, конечно, кошки подскребают вот здесь, потому что читать этот намеренно упрощённый текст, который органически не сможет хотя бы приблизить тебя, или хотя бы он не может сформировать вопрос, чтобы ты хотя бы погуглил, потому что он даже не то, чтобы прозрачен, он вот как состояние какого-то бульона, который как бы вроде... Это вот политкорректность. Разумеется. Да, ну то есть это такой тоже... И популизм. Да, это одно и то же. И пример обратный. И более того, и он всё делает плоским, то есть вот этот интерпретирующий... Ну конечно, глубина исчезает. Всё исчезает, как бы ты даже... У тебя нету, так сказать, предчувствия этой глубины, то есть он всё выравнивает до какого-то абсолютной плоскости. Знаете, с вашего позволения, я хотел бы ещё добавить, я в своё время действительно посвятил какое-то заметное количество своего внимания и профессиональных усилий для того, чтобы разгадать тайну появления вот этих вот нечитаемых текстов. И пришёл как достаточно ясным выводом, действительно вот проанализировав большое количество данных. Разумеется, современное искусство использует и, как бы сказать так, подсасывает внутри себя огромное количество всякой лексики, да, из разных гуманитарных наук, будь то не только искусство знания, будь то социология, к сожалению, философия, к сожалению, для текстов, наверное, к счастью, для современного искусства. Социология и так далее, так далее, так далее. Лингвистика и всё такое прочее. И очень часто люди, которые попадают в этот мир, это очень часто бывают молодые люди, начинающие специалисты, они вот, упиваясь возможностью оперировать этой лексикой, они её перенагромождают, на самом деле, ретуширая отсутствие реальных смыслов. Это такая проблема, такая проблема есть. Это раз. Два, есть очень молодые художественные сцены, где ещё не состоялось письмо об искусстве, о современном искусстве. Читая первые номера художественного журнала за первую половину 90-х годов, видно, что лексика ещё не спермировалась. Бывает такая ситуация. Бывает ситуация, я это называю, надеюсь, меня не убьют философы, не будут меня где-то подкарауливать, я её для себя называю ситуацией Жилья де Лёза, может быть, невероятно талантливый куратор или художник, но с письмом не идёт. Вот Жилья де Лёза, невероятно, возможно, самый значимый философ минувшего века, писал невозможно сложный в большинстве своём, конечно. Это лабораторной лексикой, да, при этом имея абсолютно гениальные мысли, но изложено это совершенно зубодоробительно. Часто, кстати, намеренно. Бывает и к следующему пункту перейду, не каждому дано литературное письмо. А вот используя термин, очень просто, как, знаете, как конструкторе собирать предложение. Автотекст. Автотекст, абсолютно. И, кстати, и следующий фактор, за всем я завершу, есть феномен, ну, как бы, международного художественного языка, которым является английский. Он даже есть какой-то же организм, как, international English, Art English, не вспомню сейчас. И вот его очень часто калькируют в другие языки, ну, в нашем случае, в русский. И вот получаются такие вот шарнирные, соответственно, корявые, нечитабельные предложения. Вот вся эта совокупность факторов, я могу ещё долго продолжать, более часто их примеров, но она приводит к тому, что вот мы приходим и сталкиваемся с чем-то, что, по большому счёту, уводит от нас зрители. Конечно, в идеале куратору лучше всего, ну, обладать даром письма. Ну, либо работать над этим. Я не уверен, что у меня есть дар. Но я честно могу сказать, что 8 лет своей жизни я к этому возвращался, и каждый текст – это был определённый тренинг, да, своего навыка. Ну, вот как-то я бы так прокомментировал. А вы знаете, вот ещё, мне кажется, очень важная вещь. всё-таки куратор должен как-то стремиться поддерживать высокое качество того, что он… А материал, с которым он оперирует. Это же культурного продукта. Да. А муж Лорионов, он в своих проектах «Мишень», детские рисунки. Да, ну, так что, вот он и открыл первый… Друга Богомазова, дефлейтера из армии. Да мы что? Так он открыл как раз новые ценности. Вот, кстати, друзей своих привёл из армии. Они тоже с нами будут выступать. Это были новые ценности абсолютно. И он сделал это как-то. Всё ли это было одного? Нет. Это всё было очень разное. Детский рисунок с тех пор воспринимают очень как проявление, как художественное явление. В этом месте с Лорионовскими работами… Да, он стремил, он подражал. Да, он им подражал просто. Я не вижу тут противоречия. Куратор и его отношения с институциями. Вот эта тема меня тоже волнует. И есть уже выражение «независимый куратор». Вот «независимый куратор» – это что-то из братьев Стругацких сейчас? Ну, в смысле фантастика, да? Или он всё-таки существует где-то? Или как? На самом деле нет. Как и «независимый критик» уже нет. Потому что институт критики, когда он существовал, и когда были какие-то издания, претендующие на независимость. Или свободный куратор, который по договору может гулять по разным. Вообще эта профессия имеет такую слабую сторону или сильную сторону, что вообще независимый человек обладает большей мобильностью. И он может больше перемещаться. Капитал куратора, который претендует на глобальную международную карьеру, скажем так, его капитал – это чем больше ты видел выставок, чем в большем количестве стран мира ты работал, чем больше у тебя связей. Сейчас в резюме как раз прописывается, не помню точную формулировку по-английски, но «развитая сеть международных знакомств». И вот международный куратор – это фигура, которая в общем-то обладает… независимый куратор – это по сути человек, претендующий чаще всего на международный охват. Поскольку… Ну а где свобода? Где независимость? В смысле он не подчиняется… А, он как раз независимый… Я зависимый, я прошу прощения, вот моя коллега, мы зависимые. Это мы работаем в… мы работаем в художественном соответствии с художественным институтом. А я вот независимый, но я, правда, и не куратор. И продолжу, значит, по поводу наработанных международных связей. Значит, мы, опять же, в связи с триенали, мы объявляем международные гранты для кураторов, которые за пределами России находятся, для того, чтобы они приехали и, так сказать, познакомились с русским искусством. Значит, у нас начинает приходить резюме. И мне стало дико интересным, а как же сейчас резюме кураторов выглядит? Ну, я-то там что ожидаю? Увидеть выставки? Выставки. Да? Да. Как бы, казалось бы, мы все ожидаем там увидеть выставки. И тут, значит, я открываю просто первое попавшеся резюме, просто самое толстое. А там просто какие-то… ну, то есть, прям страница 10. Думаю, очень интересно. Сейчас, думаю, увижу просто все выставки разом. И что я там вижу? Участие в воркшопах там-то, там-то. Воркшоп непонятно где. Мастер-класс там. Совместный проект, не в смысле выставка, да? Там обучающая какая-то опять болтовня где-то, где-то. И вот этой вот обучающей болтовни, участие в каких-то мастер-классах. Но реально, если мы возьмем карту мира, раскладывающуюся на всю карту мира, причем крайне важно для куратора, например, теперь западноевропейского или североамериканского происхождения продемонстрировать, что он просто вот из Бенгладеша не вылезал, да? Вот, так сказать, что у него есть удивительный, удивительное такое, так сказать, фасеточное зрение, касающееся вообще всего мира. И я все хочу добраться до выставки. Ну, выставки-то будут две. То есть это вот то смещение, которое происходит сейчас кондиционально, связанное с определенными повестками. То, о чем говорил Андрей, но возвращаясь к независимому неинституциональному куратору, это, с моей точки зрения, вообще куда более уязвимая и беззащитная позиция, чем куратор институциональный при декларируемой свободе независимости. С зависимостей сильно больше. Ну, в конечном счете. Да, это зависимости другой природы. То есть ты, например, ты зависишь куда сильнее от отношений с донорами, с самыми различными спонсорами, поскольку ты чаще всего и сам деньги еще должен находить, особенно в американской модели. Куратор – это, кстати, тот, кто находит деньги чаще всего. И директор музея, в первую очередь, находит деньги. Да, и директор. Ну, то есть это несколько просто иная модель, чем мы привыкли думать. Других зависимостей очень много возникает от отношений с определенными галереями, представляющих определенных художников. Потому что очень часто жизнь художника определяется не количеством музейных выставок, а фактами его коммерческой истории и так дальше. То есть вот этих зависимостей и умения лавировать между очень многими обстоятельствами в конечном итоге кажется все-таки больше. Ну, все-таки давай про минусы. Потому что вот если ты музейный куратор, и ты работаешь в одной институции, ты в принципе, ну, даже не важно, какой у тебя контракт, запрещающий тебе работать за пределами институции, или если даже такого запрета нет, ты должен работать в одном месте. И у тебя все равно нет времени делать много где-чего, потому что у тебя, ну, ты как бы производитель, да, для какой-то конкретной институции. И, соответственно, вся твоя активность заключена в одной коробке, да, которая находится в одном месте. Соответственно, внимание международное к тебе, конечно, если ты не делаешь выставки-скандалы, да, то, нет, это хороший способ раскрутки в любой сфере, не принципиально в какой, то, в принципе, твое, ну, как бы, внимание к тебе, оно сужается. С другой стороны, совершенно не все люди грезят международными карьерами, это нормально, да, ты вполне можешь сосредоточиться на своем мире. В идеале, если ты американец, конечно, потому что это отдельная, нет, ну, это отдельная система, там, в каком-нибудь заштатном городе на искусство выделяется больше денег, чем в Москве. Это нормально, да. Вот, мне показывали в Денвере какой-то художественный музей, ну, я не хочу сравнивать с московскими музеями по архитектуре, ну, пока таких аналогов я здесь, ну, как бы, не хочу говорить гараж, но, в общем, да, не, ну, в общем, да. И здесь есть тоже какое-то количество минусов, плюс, разумеется, есть музейная политика, да, например, есть конкретные помещения, есть темы, с которыми музей не работает, есть повестка, ну, и так далее. Есть контекст, там, в России можно делать, ну, по большому счету, на какие-то темы можно, например, делать выставки постоянно, а на какие-то, в принципе, нельзя. Если ты хочешь работать с какой-то вот такой вот очень острой, не знаю, международной тематикой, критикующей власть, наверное, лучше это делать где-то в свободном мире, а не в Саудовской Аравии, например, да. Так что здесь такой очень тонкий момент. И еще я хотел один фан-факт ставить сюда, что лет пять назад, а может, четыре, мы говорили про кураторов, музейных, не музейных, в России, я писал статью и посчитал, что в России людей, у которых в трудовой книжке, да, написано слово «куратор», их не больше десяти человек. А вот их вообще сейчас как-то в трудовой книжке действительно как-то это важно, да? Вот, их было десять человек. В госучреждениях нет. Нет, да? Это любая позиция может быть, абсолютно любая. Это может быть и старший научный сотрудник, это может быть главный специалист. Ну, то есть есть главный специалист, предположим, по там, слабым токам, и есть слабый специалист, ой, и слабый ток по специалисту, да. Вот, и есть, да, там, главный специалист. А это связано с тем, что потому что их как-то не выпускают нигде официально, кураторов? Смотрите, да. Я думаю, что с этим будет, конечно. Не только с этим. Есть штатное расписание музеев, я этот вопрос отчасти изучил, которые мы унаследовали из советских времен. Тогда не было никакой фигуры куратора. А сейчас, ну, переписывать, ну, знаете, да не то, что музеи. Возьмем Государственную Думу. Я сравниваю, по-моему, этой статьи с Государственной Думой. Там люди, которые ведут, например, самое значимое, что сейчас есть, СММ, менеджмент, да, в присутствии в социальных сетях, это все помощники депутатов. Вы понимаете, в чем дело? Там оно вообще не гнется. И в государственных музеях, насколько мне известно, это, в общем, пока все еще не гнется. И на сегодняшний день около, по-моему, 20, не больше 25 человек в России, 150-миллионной стране, у которого вот в трудовой книжке написано, и которых институции развивают именно по линии кураторской работы. Они не обременены, вот, например... Кураторы в художественной сфере? Да, в художественной сфере, да. И которые не обременены какой-то другой там волокитой. Это там очень тонкий момент в музеях, потому что если выделяются кураторы, а остальные, значит, это те, кто подносит патроны куратору. Остальные не кураторы. Они не хотят быть, вот, они хотят быть еще кем-то. Вот, и вот эта жесткая сегрегация, для многих сотрудников это означает сегрегацию. Вот, и они не хотят этого. Есть, например, люди, которые чисто хотят заниматься хранительской работой, тихо сидеть, ничего говорить публично не собираются. Они как бы на это согласны. А есть там, скажем, люди, которые, да, они тоже хотят быть кураторами, вот, и тогда возникает классовая вражда. Ну, мне кажется, это в любой организации, на любых должностях так. Я бы не стала попривязываться к... Есть люди, но есть более, не знаю, желаемые должности, не знаю, там, в страховой компании. Но здесь немножко... Есть менее желаемые. При этом-то все искусствоведы, поэтому они что-то все искусствоведы. Получили высшее образование, условно говоря, в страховой компании. Все хотят быть в топ-менеджменте или не знаю. Не знаю, мне кажется, что это вообще сопряжено с определенными иллюзиями, связанными с фигурой куратора, да. То есть если мы сейчас попробуем собрать миф о том, что такое куратор и кураторская работа, ну, во-первых, это человек чаще всего в черном, вот как мы с Андреем. Я же пью, Катя. Ну, есть такое, да. То есть это такая, неважно, кстати, про пол непонятно. Может быть, наверное, мужчина и женщина. Нет, нет, здесь это вода. Да, здесь вот как бы равные. Гендер может быть даже где-то промежуточным. Значит, что-то черное, как бы неожиданного какого-то кроя. Человек, который чаще всего можно увидеть за тем, что он либо что-то говорит публично в ситуации, как мы все с вами находимся, либо, так сказать, его именем подписано, неважно что, текст, книжка. И дальше он стоит около стяночки и пальчиком вот так вот делает, да. Еще сидит перед дорогим Apple ноутбуком и размачивает руками, говоря на нескольких языках. Не по том, что это такая очень универсальная, ну, как бы человек универсал, которым может вот и текст действительно и перед камерой постоять, и тут же шуруповертом что-то такое там. А про шуруповерт, о чем я хотела сказать, про шуруповерт очень многие забывают. Я считаю, что хороший куратор по-настоящему не может не понимать то, чем занимаются, например, мы их называем менеджерами, там это называется registrers of exhibitions. То есть люди, которые занимаются логистикой, люди, которые вещи привозят, люди, которые вещи хранят, описывают, составляют акции сохранности. То есть ты не можешь не понимать… Как гонять ввозди в стены, нужно знать. Потому что есть стены, в которые нельзя погонять. Правильно, нет, это абсолютно правильно. Кураторы – это универсал. Мне как раз сказали, мне сказали в Ельцин-центре, что все кураторы очень участвовали. Мы там… В принципе, на свеске. Нет, вы знаете, ни один куратор из монтажников не вышел. Нет, на самом деле мы развешивали. Ну, мы бы на магнитные монтажники. Нет, ну, развешивали этой карьеры. Мы представляли все, как вешали. Все представляли. Это кураторское было абсолютно. Это абсолютно. Ты не можешь, ты не можешь. личное ощущение. Ты не можешь понимать, как сделать стенку, когда ты не понимаешь буквально символической тяжести произведения. То есть ты не понимаешь, как у тебя вот та или иная рама ляжет на гипсокартонке или на кирпич. Да, 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 это очень важно. Да, то есть ты, это глаз так формируется, то есть твоя вообще главная способность и твоя главная, так сказать, задача формировать универсальную визуальную машину, оптическую машину. Она формируется только вот через буквальные навыки. Ну и чем лучше ты знаешь процесс, тем лучше ты можешь управлять проектом в целом. Например, получай возможность сэкономить деньги. Если ты экономишь деньги, ты можешь расширить проект, позволить себе еще что-то, каким-то образом его развить в лучшую сторону. Деньги на каталог сэкономить. Ну, например, да, например, деньги на каталог или на привоз какой-то более дорогой редкой работы, которую в твоей стране никто никогда не видел. Или реставрация художественного произведения. Вот тут у меня как раз вопрос, мы сейчас говорим, ну хорошо, прям про развеску, да, вот сейчас просто очень большую роль, мне так кажется, большую роль еще играют там архитекторы, декорации, выставки. Иногда, ну это даже как-то зазмевает, может, ну если уж не работа, а кураторскую работу, сами работы. Как строятся отношения вот в этом смысле кураторов с архитекторами? У них ведь тоже своя, свой есть понимание работы и свой какой-то амбиции. Это отношения очень трудные, на мой взгляд. Да? Вот мой опыт дает такое вот очень трудное отношение. Иногда вот мне не удавалось победить архитектора. Я стараюсь, чтобы были партнерские, вот, чтобы архитектор не завездил и не воспринимал это как... Партнерство обязательно нужно. Не воспринимал это как свой проект и как строительный материал для создания вот этого своего шедевра, потому что тут же надо иметь в виду, что архитектор занимается шедевром. А зрителю иногда это нравится. Вот. И все говорят... Вот. И в результате дизайн, выставка за идеальное отвечает дизайну. И в эту сторону смещается иногда все. И произведения, которые показаны, кто их там выстроил, это уже не имеет значения. Это плохой куратор, кто высыпает перед архитектором, и он собирает... Это плохой куратор. Ну, у нас считается так. Этого нельзя делать. Этого делать вообще, в принципе, не стоит. Да, это, конечно, желательно партнерские отношения, но каждый куратор решает сам. Я, например, строго против всяких декоративных приемов. Я считаю, что это убивает выставку, но иногда я поступаю с этим принципом. Один раз это сделала, это получилось очень удачно. Ну, иногда без этого невозможно обойтись вообще. Нет, будет очень разно. Ситуация очень разная. Разные архитекторы. Нет. От архитекторов... И архитекторы, и пространство разное, и объекторы... Но с архитекторами... Нет, даже тут не только архитекторы. Мы знаем выставки, которые, например, собирают люди, которые занимаются театральными декорациями. Это вообще другого совсем. Это проект архитектора уже. Там куратор значения в принципе не имеет значения. То есть, если мы говорим все-таки о художественной выставке, то нам принципиально практика определенного художника, либо, так сказать, если это групповая, определенный сюжет, как он развивается. Задача куратора выстроить работу с архитектором таким образом, чтобы не нарушались хотя бы законы, устанавливаемые самим художником по отношению к своим произведениям. И вот то, что Андрей называет декоративными приемами, к сожалению, так складывается, что чаще всего возникновение этих каких-то безумных декоративных приемов, которые ты просто не понимаешь, зачем. Зачем были? Ты еще понимаешь, сколько это денег стоит. Ну, то есть, у меня прям каждый раз... Я ничем подобным восхищаться не могу, но у меня каждый раз мета вот так вот. А денег в сфере искусства не так много, выскакивает. Да, я как раз вот к концу нашего разговора, уж позвольте спросить, все-таки одна из, наверное, главных проблем кураторов – это деньги. Но деньги же, деньги на что главное получить? Вот если вспоминать эту выставку, о которой я сегодня говорил, 1921 года, то у них денег практически не было. На все, что им хватило, они купили телегу и лошадь. Все. Больше ничего. Очень был правильный выбор. Ну, а то, может, потом еще приносить и приносить. Или это с лошадью. Вопрос... Возможно, можно продать потом. Можно потом продать. Я думаю, что вот все... Ну, то есть, Наримин Тричев, я не знаю. Ну, то есть, мы все делали выставки всегда без денег. То есть, наличие денег – это не значит возможность выставки. Выставка возможна при крайне минимальном вложении денежных средств. Потому что должна просто сложиться определенная ситуация. Например, бульдозерная. Например, бульдозерная. Ну, бульдозерная выставка, да. На бензин тратили не устроители. Да. То есть, для того, чтобы случилось художественное событие, которое, например, в частности, бульдозерная выставка. Это может быть бульдозерная выставка, а может быть выставка «Маги земли». Да. Небезызвестного теперь нашему зрителю Жан-Либер Мартену. То есть, это два раза. Но для того, чтобы выставка стала событием, действительно, это, может быть, не знаю, выставка Люси Липерт и из этой Зиги Лаубы, которая была вся дана в виде как бы каталога. То есть, сам каталог оброшен на ксероксе. На ксероксе, да. То есть, и это тоже грандиозное художественное событие, которое есть во всех учебниках истории. То есть, есть ситуации, когда события делают не бюджет и деньги. Другое дело, возвращаясь к вопросу о деньгах, надо, мне кажется, немножко по-другому ставить вопрос. Как эволюционировала или мутировала, или во что превратилась музейная сфера, что... Мутилило было точное слово. Да. Что музейный блокбастер становится обязательным, необходимым атрибутом, звеном и чуть ли не конструирующим элементом всей музейной программы. Вот это как раз процесс экономизации сферы искусства. Она была очень серьезно индустриализирована. И, собственно, производство выставок – это машины. Это большие машины, и куратор, он обслуживает эти машины в каком-то смысле, своими идеями в том числе. Он кидает туда этот ресурс, и экономизация привела к появлению вот этого блокбастера, который еще даже и стал восприниматься как высочайшее благо. Хотя это не так. Сейчас очень сильно поменялось. Слава богу, пандемия. И я вот участвовала в многих... Слава богу, пандемия. Да, да. Приходим к новому. Я участвовала во многих закрытых токах, которые среди профессионального сообщества устраивались. Все музеи по всему миру пережили одинаковую цепочку событий, которая вся свелась к тому, что все эти музейные планы, все эти музейные программы на ближайшие полтора года вот так вот порвать и выкинуть в блестоящее ведро. Все. Значит, естественно, при сокращении бюджетов очень многие доноры, надо сказать, такие традиционные, исторические доноры многих музеев переключились на более понятные сферы филантропии и благотворительности. То есть помогать больницам, врачам и прочее, прочее. Случился большой отток денег. Ситуация с блокбастером, она почти... Ну вот это было особенно ощутимо на уровне апреля среди профессионалов. Ну то есть она просто испарилась, знаете, как дымок. Ну так это хорошо вообще-то говорить. Да, то есть сама мысль о том, что можно сейчас собрать трансатлантическую коллаборацию, чтобы там, не знаю, Швейцарии в МОМ, из МОМ и в ДОХу, вот это вот все, это стало практически невозможным в силу объективных причин. И это, мне кажется, я очень надеюсь, что это приведет к естественной санации музейных программ. Вы знаете, гуманистическая нота, наверное, вот такая вот должна прозвучать. Вообще, наверное, деньги нужны, может, не в первую очередь, но вот где-то в первых рядах на то, чтобы участники художественного процесса, в первую очередь художники, во вторую очередь музейные люди, достойно могли существовать и продолжать свою работу и тянуть эту с первым вперед. Я, на самом деле, да, к завершению нашего разговора, а время подходит к концу, все-таки хотела спросить. Если мы видим какие-то, ну хорошо, скандалы, какие-то неприятности вокруг выставок, то первое, кого сейчас вспоминают, вот уже вспоминают, не художника, не архитектора, не даже музей, не директора музея, да, ну же раньше могли сказать, ну тут Третьяковка натворила, ну ты, блядь, вспоминают куратора, и кураторам достается, и достается иногда, да и не по делу, иногда достается. Так ли это действительно? Или это просто, может быть, я настолько погрузилась, готовясь к программе, что... Кирилл, вопрос к вам, потому что мне очень жалко, что так получилось с ней с точки зрения и пандемии, и того, что... и протекших там потолков, и всего остального, как-то вот у нее какая-то... Потерян месяц, да, да, потеряно много времени, летом даже, несмотря на то, что она вроде была закрыта, ну вот народ может боялся ходить, в том числе. И вам, мне кажется, досталось, вот. Почему так сейчас происходит? Почему вдруг куратор... Почему у меня потоп... Нет, потоп-то уж понятно даже почему, все уже причины известны. Почему кураторам так стало доставаться? Ну, все-таки это тоже зависит от проекта, потому что если проект претендовал на то, что называется, какое-то кураторское высказывание, то достанется тому, кто высказался, да. Он и получит. Вот, а все остальное, это к художникам уже не может быть вопросов, это история, это исторический материал. Это, кстати, тоже интересно, что не каждый... Можно сделать... Ведь кураторскую выставку можно сделать практически на любом материале. Это не только современное искусство, это вопрос, опять же, то, как человек умеет работать, какие вопросы он ставит здесь. А так что, когда куратору это все достается, это приятно даже. Вот, это же, как сказать, если вы... Значит, видели? Да, вот как мне сказал один художник, кстати, если ты что-то делаешь, ты гонишь на себя волну. А если потом волна начинает тебя накрывать, не кричи, что... Почему такая большая волна? Вот, она что должна была быть? Вот такое, которое ударится тебе об колени, что ли, это отмель такая. Ну, часть, да, часть работы. Так что, да, и я был рад, когда мне, например, сказали, что вот после этой выставки как-то уже сложно делать выставку, о которой бы не говорили. Вот, вот как-то хочется, чтобы говорили побольше. Вот, чтобы не ограничилось все комплиментами, вот этими вот на открытии, да, что типа, ой, какая прекрасная выставка, там два поста в Фейсбуке, и, в общем, забыли уже на следующий день, что это было. А когда это все начинает так, вот, куратор, он должен тут будь создавать, а тогда... А все равно трагедия вообще всякого куратора и всякой выставки в том, что она закрывается. Ну, это эфемерная. А может быть, это и хорошо. Ну, это, конечно, это и хорошо, с одной стороны, но, с другой стороны, столько твоих каких-то внутренних сил на это уходит, а потом все, закрылось, ее нет. В этом смысле, в театре... Каталог же не отражает выставку. Ну, спектакль, это уже заканчивается, это кино остается. Ну, да, 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 да. И оно не может существовать за видеозаписи, как и выставка не может существовать. Выставка – это вещи полноценные, проходящие. Я думаю, работ меняется очень многое, да, меняются художники, меняются сообщества, меняются конвенции, ты принимаешь непосредственно участие в том, что тебе кажется совершенно неважным, нерелевантным, а дальше оказывается, что просто у этого события есть просто отложенный режим. Оно существует просто в другом, как бы, временном режиме. Это другие бонусы. А что касается критики, просто позже надо нарастить. Ну, нормально. А потом, знаете, вот я сам себе противоречу, может быть, несмотря на то, что выставка проходит и забывается, а мы до сих пор прекрасно, те, кто видел, помнят Москву-Париж и Париж-Москву. Конечно, конечно. А сколько написано уже книг о выставке 25-го года? А те, кто не видел, не прошло. Париж, которую никто из них не видел, естественно, а они, литература огромная. Так что все-таки кое-какие выставочки-то остаются. Да, более того, как бы, люди, которые делают выставки вроде Москвы-Парижа или Париж-Москва-Пантюс, Хюльтен, Жен-Гибер-Мартен, до сих пор жив. Ну, как бы, Хюльтен совершенно ключевая фигура, почитая его, не знаю, дневники, тексты, но это прямо, это великое наслаждение. Ну, то есть это, как бы, это довольно существенная часть культуры при... А какие-то выставки сейчас модно реконструировать? Да, ведь они же, да, это вот такие реконструкции целый жал. Ну, вот у меня реконструкция. На самом деле, как с вами хорошо, потому что вы сами как-то завершили прокураторский, очень красивый наш разговор, и время у нас как раз подошло к концу. Я еще раз представлю своих гостей, моего гостя были Кирилл Светляков, Екатерина Иноземцева, Андрей Мизиан, Андрей Соробьян. Спасибо вам большое. Я, если честно, очень надеюсь, что это вот только начало нашего разговора прокураторства, и очень рада, что мы какие-то темы наметили. Я бы хотела их потом с вами, с вами или еще с другими кураторами, их как-то расширить. Спасибо за внимание и до скорой встречи.